Пасха Округленная речка, пусть от ветерка не тохнет свечка, Пусть тепло от каждого сердечка охраняет этот огонек. Свет разрушил, звук листал в воскресенье, радость напоила под небесе. В свете больше нет любой спасенья. Всем добрый день, добрый вечер, доброе утро. Всем здравствуйте. Вы на канале Натусина Чак. Снова с вами ваша Натуся. Посмотрите, какая сегодня красота. Поздравляю вас уже с прошедшим праздником. Еще раз желаю вам всего-всего самого наилучшего. Спасибо огромное, что вы с нами остаетесь, что смотрите наши видео. Сегодня прям разгулялась погодка. Надеюсь, что завтра на праздник будет так же, потому что эти дни у нас были проливные сильные дожди. Ужасная погода, ужасная депрессия, никакого настроения. А сейчас даже нагревается крыша от солнца и, слышите, играет. У нас сегодня приезжали, обрабатывали уже деревья. Обработали, пока я там с куличами доделала. Но, слава богу, я успокоилась, что хотя бы получилась глазурь. Глазурь, это очень классная. Я его себе оставляю, этот рецепт. Очень быстро, не заморочено. Вкусная и быстро взбивается, и быстро застывает. Тогда у нас обрабатывали чисто только плодовки. То вторая обработка была уже вместе с еловыми. С еловыми сосновыми. С елками. Обработали даже те кусты, которые привез Олег. Мы с Оксаной тут, ну, с ландшафтным дизайнером все порешали. Будем пересаживать вот эти вот туи, что здесь, ну, вот эти еловые деревья. Будем пересаживать в другое место. Потому что я вам уже тоже говорила, что мы его, что я их поочикала, поформировала. Она и говорит, что они высокорослые. Вот это вот вообще, конечно, красиво. Может быть, парочку оставим, а остальное пересадим. А сюда будем покупать карликовые сажать. Иначе их нужно будет постоянно формировать. Ну, а смысл, если они должны быть большими. Она говорит, а мы их пересадим еще и сэкономим деньги. Потому что перед домом нужно было высокие. А высокие, чем старше дерево, то тем оно дороже. Она говорит, мы еще с вами выгодуем. То есть мы высокорослые пересадим, а сюда купим карликовое что-то новенькое. Ну, и с одной стороны, для меня будет тоже что-то новенькое, что-то интересное. Посмотрите, тюльпаны мои вышли. Там нарцы с тюльпанами выходят и выходят. Еще немножко подсохнет. Надеюсь, что на майске я уже что-нибудь здесь поделаю. Ядовитая такая трава была. Саша был в маске, в очках. И мы даже в сторону отходили. Именно вот, которая для второй обработки. Теперь у нас осталась еще третья обработка. Это когда уже пройдет цветение. То есть деревья цветут, и будет третья обработка. Мне очень нравится с ними работать. Очень много дают советов. Такие оба спокойные. Ну, вы как-то видели. Но я думаю, когда будем работать, пересечемся, наверное. Они вроде разрешают снимать. Какие у нас планы на сегодня и на завтра? Мы сейчас собираемся в церковь ехать к моему стыду. Я делаю это первый раз. У меня обычно делала это все мама. А в этом году решила, что надо начинать уже делать это все самой. Так что доедем. Мама еще не очень себя чувствует. Ну, как она говорит, что нормально. Она занялась зубами. Ездит, удаляет, лечит. То есть постоянно вот эти наркозы. Поэтому мы справимся самостоятельно. Отвезем ей, наверное, кулич. Я буду два светить. Один ей, один себе. И будем подготавливаться к завтрашнему дню. Завтра мы собираемся с родной все вместе. Каждый привезет, ну, как обычно, по салату. Поэтому мне сегодня надо сделать салат. Он слоями. Олег в казане сделает новое блюдо с курицей. Думаю, что тоже будет вкусно. Не знаю, куда спрятаться от солнышка. Хмурюсь. Даша не приедет. Собирались приехать. Но у нее сегодня учебный день. Она говорит, я приеду. Ну, вернее, они с Максимом хотели. Она говорит, мы приедем часов в семь. Завтра часа в три уже выезжайте обратно. Нет смысла. Конечно, мы с Олегом бы так же поступили. Я сначала вроде расстроилась. А потом, когда она сказала, что они с девочкой будут печь кулич, красить яйца. Понимаю, что у ребенка все равно будет праздничная атмосфера. И поэтому как-то немножко успокоилась. Эти, кстати, кусты, которые привез Олег. Оксана сказала, что классные. И тот, который куст мы не знали, она его определила. Это забыла, как он называется. Но она говорит, он очень шикарный. Он очень красиво растет и цветет красивыми цветами. А вот это вот такая мини-елочка. Она растет медленно. Очень медленно. Но она тоже красивая. Она мне показала шестилетнюю, где они сажали. Сейчас ей уже шесть лет. Такая она прямо ее формирует. Она пышная-пышная. Она говорит, вы их прикопайте. И мы их потом посадим здесь на участке. Так что я, наверное, вот эти два еще за забором посажу. А елочку и вот это чудо-цветок прикопаю. Будем здесь сажать. Празднику мы готовы. Сейчас собираемся идти в церковь с мамой. Ну, не знаю, с мамой или как получится. Посмотрим. Вот так накрыла. Ну, небольшой такой сделала праздничный стол. Здесь у меня декоративные яички. Что-то я их крутила, вертела куда. Ну, решила так. И вот эту вот дорожку новую я покупала. По сути, она должна спускаться. Но мне не нравится. Поэтому я специально заказала, чтобы она лежала просто такая вот, типа мини... Не мини. Типа такой большой салфеточки. Поэтому получилось так. Может быть, в течение дня еще что-нибудь здесь организую. Красиво у меня получилось, да? Красиво у тебя получилось. Все я сделаю. Да, куличек один заточил уже. И на кухне у меня вот такая вот композиция получилась. Ну, я думаю, что с каждым годом что-то буду еще приобретать. Поэтому пока что было, то и сообразила. Не пригодится, наверное, мне эта сумочка для кулича. В тарелке она будет маленькая. Сюда надо маленькие, наверное, вот типа таких куличиков и яички. Олег вроде лег отдыхать. Очень тяжело уложить его. Не высыпается. Надеюсь, что сейчас подремет. Пока поедем. А я раз уж хожу, пойду подготовлю ямы, чтобы прикопать вот эти цветы. Сегодня, так как они их уже обработали, она говорит, лучше их не трогать. А я сейчас ямки выкопаю, а потом мы их только углубим туда и засыпем. И все. Я думаю, что завтра в праздник не грех это будет сделать. Постоянно праздники. То один праздник, то другой праздник. Когда работать, решила я все-таки их сейчас хотя бы поставлю в эти ямы. А потом, может быть, пролью. Как моя мама говорит, а ей говорила моя бабушка, что Бог любил, когда люди работали. Поэтому, в принципе, наверное, не такой уж и большой грех некогда делами сниматься. То один церковный праздник, то второй, то родительская, то Пасха, то на следующую Красную горку, а там майские. Когда ты планируешь что-то делать. Вот так приготовила куличики. Конечно, в пакетиках пришлось, так как в сумочку не влезли. Я рассчитывала маленький кулич. И заказала на зоне корзину плетеную. Но она не пришла и должна сегодня. Но, соответственно, как обычно, как назло, придет поздно вечером. Поэтому поставила в пакетиках. Вот так вот постелила. Такие вот два плотенчика. Ничего страшного. Пускай будет в этом году так. Все, мы поехали в церковь. После церкви, наверное, заедем продукты докупим. Будем делать курицу. И хочу новый салат сделать с картошкой, с корейской морковкой, с курицей. Сверху киви украшается. А, и яблоко еще вот. Такой слоеный. Так что попробуем. Машин много, но я представляла, что больше будет. Ну, уже время, конечно, уже 3 часа освещает. Не знаю, на улице или внутри. Яблоко больше лет. Песня. Машин много, а яблоко еще 35-х. Спасибо, Господи. Все, все, быстро. Народу не так много. Теперь осталось мне найти свою машину. Мы приехали к мамуле. Решила, хоть она и сказала, да ладно, завтра принесешь. Я говорю, нет, праздник, есть праздник, чтобы ты с утра встала и, как бабушка говорила, разговелась. Маму тоже, наверное, снимать не буду, потому что она, скорее всего, сейчас будет стесняться. Как я вам говорила, лечить зубы занялась конкретно. Поэтому там шепеляют немножко. Может, и отдыхают. Говорю, ничего не готовь. Каждый по салатику сделать. Нет, я шубу сделаю. Можно вас заснять? Вроде ничего, ты выглядишь-то сегодня. А то зрители, наверное, соскучились по тебе. Я уже предупредила, что ты шепеляешь. Да, я не только шепеляю, но так... Ну, ничего страшного. Не очень красивая. Ну, надеюсь, что скоро будет. Зато скоро будешь красоточка. На, все, справилась дочь с твоей задачей. А этом удачно еще. Рита... А, надеюсь. Ну, я прям встаю, такая, хоп, голову поднимаем. Я говорю, о, я тут волнуюсь. А то, оказывается, я так удачно буду с вами. Я рассказывала все. Не, вообще, народу так. Ну, поток машин приличный, а скамеечки вот так спокойнее. И что ты и себе делала, и мне делала? Я три кулича. Ну, вот таких вот потоненных. Посветила? Два, да. Тебе и себе. Так что кушай. Спасибо. И яички. Спасибо. И яички. Так соскучилась, все хотела, говорю. Сейчас придет, наверное, обниму. Я так соскучилась, что ты его не помогла. Ну, обнимай. Не могу. Да я лишь с Олегом. Я подумала, что я это. Сама приеду. Ну, завтра поболтала. Да. Да, завтра что опять, небось, вот это тут? Ну, да. Народ суета. Что ты там? Холодца наварила. Посмотрите. Вот, кстати, начала говорить, что, говорю, ничего не готовь. По салатику каждый принесет. Я вообще не пылесосила. Жарко у тебя тоже, на улице жарко. Жарко, я сейчас с огнем клюю. Каждый по салатику принесет. Нет, я холодца поставила, я шубу сварю, я оливье сделаю. Шуба все готова, я сейчас буду делать. Неугомонная. Почему неугомонная? А ты не такая? Да и я уже такая же. Решили мы выйти подышать. Посмотрите, какая сегодня красота. Хотели приготовить новое блюдо. Курица по-грузински. Курица по-грузински, либо гуруми, по-моему, называется. Ой, я же захлеб говорю. Поэтому мы подготавливаемся. Это блюдо, в принципе, мы хотели завтра на праздничный стол. Но решили сделать заранее. Так как пока на кладбище съездим. Пока туда-сюда. И чтобы не дергаться, спокойно уже сделать завтрашние все мероприятия. А курицу решили подогреть. И мне даже кажется, что, в принципе, она даже будет так еще вкуснее. Она пропитается вот этим соусом за ночь. И будет более такая наваристая. Потому что, когда я смотрела рецепт, прям вот сам смак вот в этом соусе. Там, кстати, имбирь, чеснок, грецкий орех. Понимаете, да, уже что вкусно? Корица, гвоздика. Самое основное это курица. Нет, самое основное это душа и руки повара. Птица-говорунья, да? Типа похвалила. Типа похвалила. Малец. Эх. Сучок. Пока у Олега подготовка, я решила пролить эти деревья. Да, наверное, пойду постараюсь посадить те два. Олег готовит курицу, а я готовлю бутерброды. Купили икру, и все никак мы ее не откроем. Не черная икра. Икра... Не черная. А, осетровая, черная, обманываю вас. Только имитированная. И выделили мне кусочек масла. Типа, наверное, норма. Олег вот так снимает шкурку и надрезает каждый кусочек. А мне оставил, сказал, за тобой имбирь и чеснок. Там на терке надо тереть. Вот видите, как он делает. Раз, раз. Практически все профессионально. Да? Курица только замороженная. Курица замороженная, да. На ночь мы ее не достали. Так, а мне сейчас надо будет лук тогда, да? Да. Потому что оно быстро обжаривается, добавляется лук. Да? Да. Мы как два старика. Разговаривали, разговаривали, возле раковины стояли. Я собралась идти в дом. Зачем? Забыла. Встаю в дверях и говорю, Олег, я зачем собиралась идти в дом? А он говорит, а я что помню, что ли? Мы с тобой стояли возле раковины. Давай вспоминать. Пять минут, но я вспомнила. Ну, не пять, две минут. Ну, я утрирую, конечно. И так же сейчас. Все шутками да прибаутками. Ну, конечно, ругаются опять. Ну, Атусь, она такая, да. Она ругается. Стерва, да? С, хотел сказать. Ну, да. С, с. Стерва. Так, зачем ты опять домой шла? А, салат за салатом. И что-то еще должна была взять. Работает. Я помощница. Я твоя правая рука или левая? Правая или левая? Не знаю. Посмотрим. Трой в берь. Он, наверное, забивается тут. Ну, мне кажется, на мелкой надо терять. Да. И чеснок. За чеснок дам, как я уже не пойду. Я уже раз пятьдесят домой сходила. Ну, не надо. Все калории своей зиме сожгла. Ничего страшного. А я бросил лук. Сейчас будем тушить это дело. Перемешаем и будем тушить. Так, гвоздика. Ну, я не знаю, сколько ее. Ну, еду немного, потому что не надо. Ее много не надо. Корица. Ну, ее тоже немного, наверное, буду. Мели сунели. Ну, можно и хмели сунели. Хмели. Сейчас рецепт смотрим. А там белое, ну, либо красное, либо белое вино. Ну, у нас открытое белое вино. И думаю, куличи у нас с коньяком, блюда у нас с вином. А мы еще оправдываемся, что вы не алкоголики. У нас даже не то, чтобы... Заместо перца мы аджику добавим. Острое, да. Ну, наверное, много не будем. И перец, перец, перец. Черный перец. Не то, что курица у нас... Ой, это... Первые, вторые блюда там, допустим, если с алкоголем. У нас даже выпечка с алкоголем. У нас смесь перцев. Так что никуда. Но рецепты мы выбираем не по ингредиентам. Это чисто совпадение. Опять Натуся оправдывается. Так, а я иду. Давай, их уже закидываю. Грецкие орехи. Так ты меня отвлекаешь. Ага. Ага. То по части это, то по три это, то по толке это. С курицей не справился, пришлось помогать, потому что масло уже все перекоптилось. Не перекоптилось, не надо. Не подходило. Там не совсем мелко надо? Ну да. Чтобы попадались, да, такие? Вот помельче. А, помельче. Добавили мы имбирь, чесноком. И теперь грецкий орех высыпаем. Ооо, как всегда аромат. Обалденно. Сейчас самое главное будет добавить. И там надо было гранат немного. Вот, и за вином пошел. Гранат надо было добавить немного, но мы... Звяно соседи приносили, пойдет в дело. Да. Ну вот, по вкусу. Там чуть-чуть, много не надо. Тебе завтра заролисят. Ой, да, чуть-чуть петело. Сейчас перенесаем. Короче, гранат только для украшения. Поэтому мы не стали покупать. Чистить, украшать. Ну, пробка как-то снимать будешь? Соли надо еще. Вина точно хватит, Паш, горчит. Ложки. Что-то горчит там, вино, наверное. Вино выйдет, все. Что-то алкоголь. Ну, потом тогда еще попробую. Я еще потом попробую, ладно? Ага, я понял, для чего она... Ну, и вы, наверное, догадались, а для чего она решила попробовать это все. Ну, странно, почему ты не стал пробовать, а меня отправил. Так, гуруми, курицу по-грузински приготовили, теперь вместе будем готовить салат. Оба-на! Тут я и попал. Я принесла себе все на салат. Думала, пока Олег будет готовить, я сделаю быстренько салат на завтра. Но не тут-то было. Ладно, он простой, поэтому сейчас быстренько сварганим. Курица, яйца, корейская морковь, сыр, киви и зеленое яблоко. Хочется прям что-то такое интересное. Конечно, наверное, салат не для мужчинок, а как обычно для гурманов. Слушайте, вы прям со сковородкой к нам. А я еще картошку беру. У вас снимает скрытая камера. Что-то потом жалобзу на меня не накатали. Куда ее поставить? Она горячая. А как же ты ее несешь? Соседи смотрят видео и знают, что ты любишь картошку, Валик, теперь тебе в гости ходят с картошкой. Мы специально чумные мужики делали. Давайте тоже... Я ж говорю, мы их поедем завтра. Олег, давай. Я не хочу. Мы с тобой поели. Просто, конечно, курс. Как же, как же, поесть, не работаю. Где я работаю? Валик, куда. Брица.